Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с вами продолжаем играть в наш любимый трейдер лайф симулятор. В комментариях мне написали, что якобы можно взять вот эти вот деньги, которые у меня лежат в банке, и перевести себе их на карту, то есть take loan, что-то там нажать надо. И, соответственно, поставить ноутбук на работе и расставить весь товар на стол. Там комментарии я особо не понял, если честно. Он как-то написан странно, и как бы, да, мы будем расставлять на стол, но я не понял преимущества того, что вот именно вот этот человек написал. То есть там написано было, что чтобы люди покупали не только то, что ты выставил, выстави все, и будут они все покупать. То есть я вот что-то вот этого не понял особо. Если ты смотришь, то напиши, пожалуйста, еще разок подробнее. Да, мы поставим сейчас на стол все товары, которые у нас есть. Кстати, да, нам нужно ехать уже покупать товары, потому что у нас их нет. Потому что мы... Нам по-хорошему-то... Ладно, поедем сначала купим товары, потом поедем открывать магазин. Хоть время уже и 9, мы теряем прибыль, но там особо, в принципе, прибыли и нет. Как бы, можно сегодня его и не открывать, этот магазин. Это, конечно, очень расточительно с моей стороны будет, но, в принципе... Так, стоять, 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 стоять. Ух, ничего себе, а что-то там такое. Подожди, остановись. Ну, остановись. Выйди. Так, там что такое? Это что такое? Это мне ничего не дается. Это у нас что такое? Я просто никогда здесь не обращал внимания на то, что здесь что-то есть и... Что за кабинет приема клиентов ноутбук? Можно с собой забрать, нет? Видимо, нет. Ладно, мы не будем терять время на глупости. Вот, бежим к моей идеально припаркованной машине, которая стоит и ждет, пока в нее нагрузят товары, которые мы сможем продавать. Где, кстати, у меня полоса выносливости? У меня ее... Эй! Совсем, что ли? О, чумели. Так, давай итеракт. Итеракт можно, я так понимаю, с банка. Можно перевести на карту. А можно сразу перевести сюда. Давай вот сюда вот. Переведем. Возможно, я не так что-то понял. Но у нас теперь есть 433 доллара. И мы не... Блин, с карты тоже надо соточку кинуть себе сюда. И... Я не понимаю вот этой вот ерунды с переводами, которые... Ну, типа вот туда, 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 туда. Почему нельзя сразу, блин, перекинуть себе на... Наличку. Подожди, я что... Подожди! Я же кинул себе... У меня 100 в банке есть? Есть. Почему он не переводит? Ёпти! Заново надо вести. Он форму не очищает. Так, это что у нас? Яблоки за 40, 350. Так, давай апельс... Бананы, кукумберы. Кукумберы нужны всем. Мы купим кукумберов и наложим их на стол. Кукумберы нужны. Давай. Потом, что нам нужно? Нам нужны яблоки. Не понял, почему я купил у тебя желтых яблок, а ты мне зеленые продаешь? Эй! Совсем что ли очумел? Ставим вот сюда. Что там было написано сейчас? Пу-пу-пум. Шампунь. Вошинг-повдер. Тойлет-клинер. Софтинер. Софтинер. Не знаю, что это такое. Салфетки, возможно. А возможно и не салфетки. Но хуже не будет, если мы их купим, правильно? Софтинеры эти. Подставим вот сюда. Вот немножечко выторчит из машины. Но ничего страшного в этом нет. Это зубная паста и яйца. Яйца. У нас сегодня будет все в продуктах питания. Потому что продукты питания то, что уже нужны. А то мы все ерундой одной торгуем. Так, поехали. Поехали. А то время уже 12. Осталось 10 часов до закрытия нашего чудеснейшего магазина. Для начала его нужно открыть. А потом уже закрыть. Но если мы так будем долго туда ехать, то в принципе-то он и не откроется. Никогда его даже закрывать. И нужно будет дерево, дерево, дерево. Впереди все-таки повороты сделал. Крутые. Виражи просто. А не повороты. И такие неуправляемые машины. Хотя знаешь, с одной стороны она неуправляемая. А с другой стороны она охренеть как хорошо поворачивает. То есть она прям вот так вот поворачивает. Но просто она заваливается на бык иногда. И это немножечко доставляет какие-то, знаешь, неудобства и дискомфорт. Можно угнать вот такую вот машину? Я в ней перевозил бы. Так, стоять. Пешеходов нельзя сбивать, потому что они собьют меня. Потому что они... Вот смотри. Они самостоятельности людей. Вот он стоит там. Сразу клиент заполз прям под этой, как ее сказать... Под открывающейся дверью заполз клиент наш первый. И... Откроешь? Нет? Дурила. Погнали. Так. Ставим под стол, как всегда. Как всегда под стол. Да-да-да-да-да-да-да. Так. А яблочки сейчас разложим с кукумберами на прилавок. А будут они покупать вот это вот? Нет? Можно же ведь не выкладывать огурцы. Ёлки-палки. Они же ведь вот и не лежат. Смотри. Будут продавать? Нет? Сейчас они вот то все скупят. 32 доллара коллектят. И... Закрывай. Закрывай, давай. Кто бибикает? Тут есть машины, которые ездят. Здесь же никто не ездит. Кто бибикает? Зачем мне создавать оживленную улицу? Эффект оживленной улицы, если ее нет. Смотри. Они покупают только то, что им нужно. Точнее, только то, что стоит вот здесь. Я так понимаю, кукумберы они не будут покупать. Но да, смотри. Они продают... Ну, я продаю только вот этот вот. Только то, что вынужден. То бишь... Давай мы не будем терять время. Давай мы не будем терять клиентов. Мы будем раскладывать... Раскладывать... Раскладывать из ящика ящички поменьше. Это очень иррационально. Да. Нельзя же ведь как-то по-другому это все было организовать. По одному огурцу, например, выкладывать из ящика и будет вообще все зашибись. Так. Смотри, как красиво получается. Кукумберы начали покупать. А вот здесь будут яблоки. Смотри. Блин. Ящик зеленых, а выкладывают целый светофор. Ничего себе. Они, видать, дозревают, пока я их держу в руках. Ну, просто я другого объяснения это и не нахожу. Вот-вот здесь стоять уже. Потому что, ну, блин, больших некуда девать. Давай. Накладывайся. Накладывайся. Оп. Последний. Да положись ты. Вот сюда. Пусть лежит. Смотри, значит. Дружище. Ты стоишь, продаешь товар, который мне. Мне, 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 мне. А зачем ноутбук на работе нужен? Вот ему нужен ноутбук. Я убил, что ли, кого-то, или что? Интеракт. Сейв гейм. Бился. Бился. Билсов нет. У меня пока свет не отключили. Это уже хорошо. Смотри. Блять. Мне кассу нужно. Мне нужна касса. И мне нужна... Пойдем. Коробки вот сюда вот будем раскладывать. Нафиг. Сначала кладем вот сюда. А потом кладем вон туда. Потом вон. Вот там выкладываем. То есть овощи будут на столе, товары будут на стеллажах. Как в светофоре примерно. В светофоре. Так он называется. Так. Смотри. Это что у нас такое? Софтинер. Это... Мягкочник? Что такое софтинер? Я просто не особо понимаю. Собственно говоря, это что-то мягкое. А что может быть мягкое? Делающие мягким одежду, может быть. Яйца мы выкладываем на прилавочек. Прилавочек выкладываем. Может быть их кто-то... 12 яиц. У нас вон по 8 продают. Это вообще уже никакие рамки не годится. Так, кстати, комментарий был такой очень... Про Сенселикова. Это прям вообще-то издевательность-то какое-то. Вот ты смотри, такие комментарии аккуратнее пиши. Это мало ли что. Я даже лайкать побоялся. Да положись. Смотри, товар мы выкладывали. Поедем в мебельный магазин. В мебельный магазин возможно... Стой. Карту откроем. Давай посмотрим. Заправка. Мебельный магазин. Там стеллажи. Только продают компьютеры, телефоны. Компьютеры, телефоны... А зачем мне таблетки нужны? Я не понимаю. Там база. Тут якорь какой-то. Я не знаю, что такое якорь машины. С этим мы разобрались. Мы не были... Значит, только в компьютерном магазине. И не были в телефонном магазине. То бишь, можно купить еще один компьютер зачем-то. Чтобы было. Чтобы было. Просто чтобы было. Да, у всех одинаковый компьютер. Да, зачем мне нужен-то? Он же у меня есть. На кой мне нужен? Дружище, вот мне... Мне бы вон тот. Вот, вон тот. Системный блок бы взять. Но если ты его не продаешь, то как бы... Ну и ладно. О! Продаешь, наверное. Сука. Че ты тут стоишь, пальцы гнешь? Ну, в конце концов. Так. Пойдем посмотрим, что здесь есть со смартфонами. То есть смартфон-то у меня нет. То есть, а ты их не продаешь, что ли? Эй. Или это будет в каком-то следующем обновлении. Но так как у меня... Байфон 500 долларов. Не, байфон 500 долларов мне пока не потянул. У меня, конечно, ровно 500 долларов есть. Но это не значит, что я собираюсь их потратить на этот телефон. То есть, он как бы у меня есть последние деньги. Это... Это нерационально. Так, пойдем. А почему здесь эта самая... Земля отдельно от этого? 150 стоит? Эй, дружище. 150 шелф стоит. Но он мне пока не нужен. У меня столько товаров нет. Мне бы сейчас расширять ассортимент и купить машину бы новую, на самом деле. И кассу бы вторую, на самом деле. Было бы очень-очень здорово купить. Зачем я бегу-бегу, бегу пешком, если у меня есть автомобиль? Не знаешь? Я тоже не знаю. Смотри, у меня все кукумеры почти скупились яблоками. 47 долларов. Смотри, нормально. Я считаю, хорошая прибыль достаточно. И у нас еще целых 4 часа до закрытия магазина. И я думаю, мы сможем... Мы, наверное, еще один денек проживем. А следующий день мы закончим. Тулс-шоп. Подожди, это что значит? Инструменты? Так, а где они? Подожди. А, вот. Тулс-шоп. А что мне с этими тулсами делать-то? Для чего? Байк-карт. Тележку? А на кой она мне нужна? А тележка мне зачем нужна? Не знаешь? Чтобы люди могли больше покупать? Ну давай. Тележку купим. Типа, мне жалко что ли? 150 долларов. Или сколько она там стоила? Да, похоже 150. Потому что было почти 500. Подожди. Вот еще вот эти вот. Формация. Формацию мы купим сейчас. Что это такое? Treat yourself. А на кой она мне надо? Я заболеть здесь могу что ли? У меня здесь нет никаких показателей. Ни болезни. Нет даже стамины, понимаешь? Стамины даже нет. А она-то кончается. Блядь. Ты серьезно? Полицейский разворот. Значит смотри. Значит смотри. Банкоматов зато понапихали. Хрен знает сколько. Как будто бы мне нужны эти банкоматы. Какие-то количество. Тормозной путь как будто у КамАЗа. Я не знаю. Вот смотри какой тормозной путь. А вы еще говорите. Вот надо это. Пешеходов пропускать. Блядь. Смотри какой тормозной путь. И он от того пешеходного перехода до этого доехал. Блин. Смотри. Короче. Если поставить тележку. Стой. А где тележка? Стой. А где тележка-то? Я же ее купил. Подожди. Почему ее нет в инвентаре? Я должен был ее сам забрать что ли? Подожди. Меня обманули. Мне кажется это обман. Мне кажется это обман века. И я должен разобраться. Поехать. Слышь? Дурила. Я купил у тебя тележку. А ты мне ее не отдаешь. Подожди. Бай карт. Я же купил карт. Тележка-то. Че? А как мне ей пользоваться? Я не понимаю. Короче это обман и провокация. А-а-а. Это вот. Э-э-э. Развлекух-то. А в инвентаре нельзя убрать? Ух ты ебать. Смотри. Как удобно. Открой дверь. А нахуя она мне нужна-то такая? Почему я не могу взять и типа. Перенести в инвентарь. Что сложного? Он носит кровать в инвентаре. Блядь. Почему нельзя взять и положить вову. Эту тележку в инвентарь. Мне кажется это для гипермаркетов. Это не для супермаркетов. Потому что мне некуда так далеко носить. Товары. То есть это для товаров. Я так понимаю. На вот тебе блядь. Катать будешь. Вот здесь вот. Пусть стоит. И в принципе пойдем за машиной. Чтобы она у меня не потерялась. Никуда. А то же я машину сейчас потеряю. И буду потом ходить без машины. Это ночь. No customer will come now. Пока еще ничего не сделано. Короче. Скоро будет. Я надеюсь очень сильно. И надеюсь что ты придумаешь. Более полезное применение этой тележки. Потому что. Я думаю что вон та тележка будет. У меня теперь. А не вот эта вот ерунда. Кстати он так до сих пор работает. Почему он не закрывается? Все работают. Прямо моего магазина. Это какая-то ерунда получается. То есть это. Люди. Тормози давай. Люди ходят. Покупают. Ой. Покупают у них. Но у меня не покупают. Это что за справедливость. Или потому что у меня ленивый продавец. Ленивый продавец. Не хочет продавать ночью. Я понял. Подожди. Подожди. А не. Не подожди. Поедем домой. Поедем домой. Потом. Потом мы поедем. Потом мы поедем сюда. Откроем магазин. Сейчас мы помоемся. Да тормози ты. Заворачивай. В конце концов. Руль налево до конца вывернул. А он не поворачивает. Чего? Все погасло. Как будто это. Как будто все. Как будто я готов. Или машину сломал. На тормоз как будто нажимает. Я не знаю. Как будто он на поезде ездит. У него такой тормозной путь. Охрененный. Я за 20 километров в час тормозил. 20 лет. Так. Моемся. Бреемся. Умываемся. В туалет ходим. И все у нас будет огонь. Смотри. У нас остался только голод. Но он у нас. Как бы сказать. Приходящий. Уходящий. Ничего страшного с этим не случится. Трейдер лайф симулятор. Мы в этой серии должны были купить стол. И мы его сейчас скупим. Нам нужно для начала поехать магазин открыть. Магазин сейчас откроем. Ну. Закрывай. Магазин сейчас откроем. И тогда поедем в магазин. Покупать стол. И покупать. Блин. Нам сейчас нужно затариваться и ехать. Поедем затаримся. Я просрал 150 долларов на сраную тележку. Она мне вообще не упирается. Честное слово. Вот здесь блокик. Какой умник додумался подставить. Я не понимаю. А здесь в принципе зачем дорогу заворачивать. Я не понимаю зачем мне здесь поворот нужен был. Если можно так проехать. Смотри. По-моему мы торгуем в ноль. У нас дохода 200 долларов было за все это время. Потому что как бы я сейчас опять потрачу деньги на это. Вехат, бисквит, капкейки, бургер. Бургеры. Е. Покупаем. Бургер. Блин. А их в холодильнике не надо хранить. Потому что я думаю что сейчас мы. Накупить то мы накупим. Бисквитов всяких этих. Дальше то что мы с этим делать будем. Потому что я думаю что это все дело не лежит достаточно долго в андулин. А это колбаса что ли? Какая-то не очень натуральная мне кажется. И 150 долларов у нас остается 150 долларов у нас на столы. Закрываем. Ну куда ты пошел то? Поехали. А кстати да смотри у нас сейчас закончится. В скором времени у нас машина придет негодность. Нам ее нужно будет обслужить, починить, заправить. И это будет наверное мало денег стоить. А мы не зарабатываем ни хрена. Нам нужно поехать в мебельный. Сейчас время 8 часов. Мы до 10 часов должны успеть в магазин. В якорь мы до сих пор не ездили. Но я думаю что там не прям уж что-то интересное есть. Мы сейчас приехали вот сюда и посмотрим. Можно ли купить где-то кассу. Понимаешь кассу мне нужно купить. И человека нанять. Ибо это ну как-то несерьезно получается. Что один человек обслуживает супермаркет. Ну блин я так понимаю что нет. Я так понимаю что здесь вот есть только столы. Тумбочки и типа 350. Да ты чё ошалел что? Не нахрен мне такой не нужен стол. Can be used to put product on. А это что? Can be used to put object on. Подожди. Всё-таки можно кукумбиры продавать или что? Я так и не понял. Ладно давай. Стеллаж. Нет стеллаж он нахрен не упал. Честное слово. Обжекты можно ставить на столы. Да. Обжекты можно ставить на столы. Банк здесь тоже есть. Это очень здорово. Но он нам пока что не нужен. У нас в банке денег ноль. На карте 50 бачей. И мы с ними не сделаем ни хрена не сможем. Поехали в якорь сразу съездим. Успокоим свою душу. Чтобы знать что хоть что здесь есть. Экспортинг компания. То есть экспорт? Нет. Блин. Это рано нам наверное. Экспортом то заниматься. У нас ни черта в импорт то не идёт. Ой ни черта здесь не продаётся. А я здесь был. Подожди. 25 тысяч тоже да? 500к! Да ты чё шалел что ли? За 500к экспорт. Да ты блять. У меня 150 долларов. А там за 25 тысяч я посчитал что это дорого. Кстати зеркала здесь очень здоровские. Блять. И ещё кстати классная травяная ограда. Да. Мне кажется там бетонные стены внутри этой ограды. Вот. Мы проживаем этот день. И заканчиваем наверное серию. Потому что предыдущая серия нахренеть какая длиннющая у меня получилась. Мне пришлось её резать там. Ускорять. И мороки много получилось. Так ввиду того что у нас не было кровати. Мы там просто две ночи. Или сколько? Одну ночь точно просто просрали. Мы просто прождали её. Её естественно я... Что это такое? Как меня носит? Это из-за тротуаров скорее всего. Да? Ладненько. Мы сейчас едем в магазин. Открываем магазин. Он у нас с 11 часов работает. Хотя там этот работник наш сидит с 7 часов. В 4 часа просто кукует в магазине сидит. И открыть не может. Понимаешь? Это вот безответственность я считаю халатность. Выходим. Выходим. Открываем. Нет. Мне нужно было выйти и открыть на О. 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 Открывай. Блять. Давай поставим хотя бы одну. Вот эту вот. Ерундовину вот сюда. Ну ты дурил, нет? Обойди. Машина здесь стоит моя. Что ты к ней пристал-то? Софтинер солд. Софтинер... Еще один долбоеб. Ну вы что, дураки? Нет. Вы зачем встаете и утыкаетесь в мою машину? Это моя машина. Купишь свою и будешь в нее тыкаться. Иди отсюда. Бисквит солд. А это что у нас? Андулин. Тейк фром бокс. Количество... Такой-то. Андуля. Ну андуля это здорово. Но типа дальше что? Бургеры, бургеры. Экс солд. Но я хочу... Блин, я не понимаю, можно ли продавать? Ребят, расскажите, если вы кто-то знает вообще в комментариях. Напишите, можно ли продавать со стола сразу из вот этих вот, из коробок. Потому что... Потому что, блин, выкладывать вот это все вот ерундовину, это прям издевательство на самом деле. Это, конечно, очень реалистично. Спору нет, конечно. Но... Ты, блядь, этим занимаешься только. У меня... Мне нужен работник. Блядь, все-таки задел машину мою. Ну... Дебил. Две еще. Бургеров набрал. Так, софтинер это у нас. Или что это такое? Это бисквит. Бисквит мы расставляем вот сюда. Вот сюда вот расставляем. Вот сюда вот наставляем. И, в принципе, вот так вот. Огонь. Так, мы жрать захотели, да? Уже 85. Ничего себе. По-моему, мне сейчас машину разобьют, потому что они ходить ровно не умеют абсолютно вообще. Все, наставил. Выкладка, огонь. 68 долларов собрали. Сейчас пойдем их на пиццу спустим, потому что у нас здесь ценообразование какое-то лютое. Не понимаю, откуда берутся такие деньги и такие цены, но... Как написал один товарищ, для них 35 долларов это вполне нормальная стоимость. Но я тоже как бы считаю, что 35 долларов для них нормальная стоимость. Но... Ну... Все равно. Как-то 35 долларов за пиццу, блин, это все равно достаточно дорого. Даже если учитывать, что ты... Не знаю, как это сказать. Хотя, если перевести заработок на час, то, думаю, да, для них это такая же пропорциональная стоимость, как и для нас 700 рублей. Вот и считай. Бургеры можно купить, твою мать. Спасибо тебе большое за... А почему вот в коробке из-под пиццы? Не понял, я ему мог продать бургер, что ли? Я ему продал бургеры, и что? Я что-то не понял, честное слово. Ладно, давай, купим еще пиццу. Поедим и поедем в магазин. Я 70 долларов прожрал только что, понимаешь? Ну, как бы сейчас мы живем-то все-таки в этом. Играем-то за американца или за кого там? За человека, который живет там, где платят долларами. И как бы я... Понимаешь, я прибыль никакой особо не получаю. Прибыль-то не получаю. Я только на... Я даже на расходники машины не трачу, понимаешь? Я прокатываю деньги, прокатываю бензин. Я сейчас вот, пока ел, я заработал денег на пиццу. И как бы заработать заработал, но товаров-то я продал. У меня товаров-то больше особо и нет. У меня осталось вот хер да ни херашеньки. Понимаешь, хер да ни хера осталось. Мандулина как была, так и осталась. Красивая выкладка. Она притягивает покупателей. Тем более, если учитывая, что она вот настолько красива. Колбаса убегает, как говорится. Где говорится, не знаю. Но колбаса убежала. 17 долларов коллекта. Смотри, значит, у нас осталось до закрытия нашего магазина всего ничего. Всего ничего. Это целых 7 часов. Или сколько это? 6-7, да. 6-7 часов. Вот теперь 6 часов. И я думаю, что... В принципе-то... В принципе-то... Как бы здесь особо ловить-то нечего. И... Слушай, мне кажется, каждый раз разный сотрудник. Это должно быть так? А почему здесь не пишется, сколько денег в кассе лежит? Это грустно. А, и почему у меня здесь синий экран? Я только сейчас заметил, у меня синий экран на моем ноутбуке. И как это чинить? Вот это вот пойдет на превьюшку, наверное. А, может и не пойдет. Но... Кто бы знал. А, давайте соберем прибыль. Сохранимся. И я думаю, на этом закончим. Закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делите видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, в новых сериях. И... Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.